И всем привет, ребят, с вами Сэрбанки, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы будем тестировать одно очень интересное устройство, когда-то это устройство было супер жестким, и оно тотально разваливало нашу игру и уничтожало матчмейкинг. Посмотрим, что с ним будет на сегодняшний момент времени, относительно недавно я его тестировал на мегадонате, ну и теперь пришло время рассмотреть это устройство в рамках нашего основного аккаунта и убедиться в том, что оно реально дает контенту на сегодняшний день в рамках нашего матчмейкинга. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунточке устанавливайте ему личный такт, тактимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы сыграем на том самом легендарном устройстве на молок, которое называется Blunderbass, именно его как-то мимолетно мне один раз посоветовал подписчик, чтобы я посмотрел, потестировал его, и когда я сыграл на этом устройстве матчмейкинговую катку, я просто офигел от того, что этот Blunderbass на сегодняшний день все так же быстро перезаряжается, его скрыто пульно апнули, и у него очень часто вылетают криты, поэтому та самая старая добрая торпедная комбинация в виде хопера, в виде молота с Blunderbass, должна по идее работать, ну и посмотрим, так ли это на самом деле, и получится ли нам реализовать эту комбинацию. Запикивает меня на Temple CTF, нереально огромнейшая карта, на которой я давным-давно не играл, но самый огромный плюс этого устройства, это то, что оно не чувствует резисты, в связи с тем, что вы очень часто наносите критический выстрел по оппоненту и просто-напросто его ваншотаете, если конечно у него нету, нету того самого замечательного, где крит, не понял, 3 выстрела без крита, нету того самого замечательного броненосца, 3 выстрела дал без крита, и это как-то меня, если честно, удивляет, потому что на мега-донате, когда я играл с этим устройством, у меня было, ну если я не ошибаюсь, там из 5 выстрелов 3 крита, из 5 выстрелов просто 3 крита у меня залетало, а тут у меня критов нету, что за прикол, я не понимаю, где мои критические, где мои критические, просто криты не выпадают, должны быть криты, должны быть криты с Blunderbass. Должен он начинать давать контенту, как будто, как будто меня поднерфили, я честно говоря не понял этот прикол, но надеюсь, что это только лишь прикол, и сейчас эта все тема исправится. Карта, конечно, максимально неприятная для реализации, но решил я не перепикивать, постараться попробовать, попробовать прям вот такую сложную карту реализовать, ну и посмотрим, получится ли у меня это сделать, при том, что я буду постоянно объезжать в базу противника, и лучше всего, наверное, это даже делать через правую зону, так как там противник особо сильно не смотрит, и может быть у меня как раз таки будет возможность оттуда залететь. Но вот что я вижу, это то, что криты не вылетают почему-то с Blunderbass, хотя эти криты, я уверен 100%, что должны быть, и должны быть в большом количестве, но критов нет, критов нет! Где криты? Почему нет критов? Я еще недавно играл на блондерчике на Мегадоне, там с крита такие тычки залетали жесткие, а тут я выдал уже 15 выстрелов, и у меня ни одного критического не залетело, может баганул молот? Может у меня типа оделось не то устройство? Или что? О! Крит есть! Вот это контактик, пошла движуха, вот это все, вот с этого момента начинается наша игра. Хантер прожимает овердрайв, не ваншотает, кстати, меня, так, но это только пока что лишь один крит. Нет, это только лишь пока что один крит. Так, мины здесь у противников поставлены, Васпик проезжает, и меня опять сливают. Очень много мин противники здесь наставили, я бы вообще здесь был в эту катку, мог бы, знаете, на чем реализовать? Мог бы взять здесь грома на дальность, и такой грязючки раздать на громе на дальность, но я уже остаюсь на этой комбинации, но мне, честно говоря, не нравится здесь реализация. Давайте попробуем пару моментов, да, и может быть лучше даже возьмем и перепикнем бой, потому что я вот чувствую, что здесь, здесь такая себе реализация будет, потому что комбинация у нас очень быстрая, маневренная, майло хпшная, а на карте огромнейший такой, когда противник стоит на турбосушке, а у нас тиммейты также сами стоят в дефе, я буду просто ездить мясом и сливаться, и особо смысла в этом не будет никакого, да, то есть на таких картах лучше всего тогда уже самому брать что-то дальнобойное, и также стоять кемпить, и перестреливать противника в рамках ТДМки. А тут меня запикивает в деф, в штурм, но по ощущениям, как будто эту катку можно реализовать себе в плюс. 2000 урона залетает, неплохих. Ну и самое главное, о, вот, дабл крит, ну вот наконец-то пошла эта тема. Вот должно быть очень часто, что у нас по 2-3 крита подряд, и тогда реализовать эту комбину будет очень-очень комфортно, приятно и жестко. Поэтому пробуем, надеемся сейчас на большое количество критов, и надеемся на то, что сейчас мы эту катку сможем хоть какое-то сопротивление оппоненту сделать. По углу у меня здесь, к сожалению, не залетело. Но перезарядка довольно быстрая. О, вот и крит по 2 танкам по 1200 залетел. Немножко не понял, почему по 1200. Так, ну урончик пока что вроде как есть. Неплохой. Нам бы вообще чисто критическими наносить, потому что с расстоянием сильного молота урон падает. Но, как будто бы, как будто бы, вот если у противника нет броника, то можно очень жестко навалить контента. Очень жестко, да. То есть вот такой вот, например, оппонентик на 2 выстрела, бывает даже на ваншот залетает. 2700 по мамонту без ДАшному тоже вкусно залетает. Но все равно этому вооружению нужна скорость. Да, то есть опять меня закидывают в штурм за деф, и здесь особо у меня скорости нету. Больше можно здесь покемпить. Но с кемперок будем пробовать разыгрывать. Будем разыгрывать урончик и стараться как можно больше киллов сделать. При том, что у меня уже 3 килла есть. Если здесь сделать какую-нибудь 30-ку, на хоппере еще дополнительные киллы реализовать, то я думаю, что в целом это будет неплохой результат. Почему-то дотягиваюсь только до одного противника. Хотя вроде как у меня в прицеле должно было быть 2. Так, ну и 800 урона это крайне мало. 800 урона это крайне мало по резисту с броненосцем. Но все-таки нужно все равно ловить оппонентов, у которых нет броника. То есть по бронику здесь залетает крайне-крайне мало. Еще и хоппер под меня открывается, вместо того, чтобы ехать в доставку. Пытается сначала меня разобрать. Я думал, что он меня объедет, я ему в спину навалю контента. Но не получилось у меня немножко хитро это дело реализовать. Так, шикарно. Сливаем. Вот здесь ваншот. Да, вот такие танки просто ваншотаются. Просто ваншотаются такие танки. Дабл. Неплохой. Дабл. Еще критический залетел. Два крита, кстати, подряд только что было. Но вот броненосцы, да, броненосцы это противная вещь. Броненосцы не контрятся по ощущениям с этим замечательным молотом. Но так вообще по урону выглядит неплохо. 7 килов, правда, только у меня имеется. Что не является супер жестким результатиком. Но вот такая вот олдовая комбина. Да, при том, что блондербас. Но его скрытопуль на Аполе это 100%. Потому что я помню момент, когда он был прям максимально печальный. Но как будто бы против броненосцев и против резистов этого все равно недостаточно. То есть если встречаются противники, которые без реза, а еще если и без ДАшки катаются, да, и без броников, то те улетают прям очень легко. Но как только вот начинаются большие дяди с резистами, то уже начинаются проблемы. А так вот под таким вот безобидным ребятам залетает очень хороший урончик и очень быстро их можно уничтожать. Да, то есть вот такой вот Викинг, такой вот Мамонт. Если их просто контролить по карте, то я думаю, что можно очень большое количество киллов с этих ребят реализовать. Поэтому давайте акцент на них как раз таки сделаем. Вот еще реза Магнум появляется, тоже скорее всего ваншотный. А, нет, 1700 по ним залетает. Я уже думал, его тоже можно здесь ваншотнуть. Но 1700 тоже неплохо. Хороший урончик. А резик пытается убежать от нас. Пытаемся догнать Харька и ваншотаем его. Просто три с половой в голову залетает. Три с половой выглядит очень серьезно. Так, и вот такую вот поудишку жмем на двоих. Вот овердрайвы это то, что дает, конечно, этой комбинации еще большие возможности на реализацию. И на дополнительные киллочки. 52 килла у нас уже имеется. Шикарный ваншот по резисту. Три с половой. 18 киллов. Ну и, кстати, потихоньку начинаю раскручивать все-таки свое вооружение. Начало было не такое крутое, как у нас сейчас пошло. Начало все-таки было такое. Отданное немножечко. Так, по аресу еще сверху накидываем. 1700. И здесь с овердрайвом. Боец. 7,5 минуты до конца. 400 очков у нас уже имеется. Так, ну и по идее вообще здесь даже на тысяченку можно выйти. Я так понимаю, что у нас, скорее всего, здесь досрочки не будет. Поэтому будем стараться выходить на контентовую тысячу. Главное, чтобы у нас почаще как раз-таки криты залетали. Тогда вот, например, таких вот бойцов на аресах можно очень легко разбирать. Ну и вот таких викингов, кстати, тоже. Хоть у него резист имеется, но его можно было даже в моменте и ваншотнуть. Дляшку нажмет, не нажмет. Нет. Ах, не нажимает, но сам берет и сомничтожает. Три с половой вкусные залетают. По викингу здесь тоже попытаемся обработку сделать. Быстро очень ребятки сливаются. Под фантомка. Под фантомка добавка. Так, меня тут зовут куда-то в группу, но мне эта группа точно не нужна. Потому что у нас контентичек записывается. 20 киллов у нас уже имеется. 440 очков. По идее, можно постараться здесь выйти на тысячу. Что мы и будем стараться делать в рамках этого боя. Так, ну и мне хочется поймать противников где-то в одном месте несколько. Вот, например, здесь. Здесь я вижу, что можно, в принципе, такую аккуратненькую вжималову сделать на два танчика. Так, хоречек здесь поудишку прожимает. Но он... Ох, три с половой с расстояния. Вот эта критовая была очень вкусная. Так, ну и вот этого бы мамонта. Идеально три с половиной в голову залетает и ваншотает. Может еще ваншот? Хорошо еще криточек. Не, вот когда раскручивается этот молот и начинает критовать. Это прям очень жестко. Но нужно поймать тайминг, да? То есть не всегда так везет. Не всегда такой контент залетает. И главное, чтобы не было броника плюс резиста. Если что-то одно, то еще можно против этого играть. А когда и резист, и броненосец 50%-ный, тогда уже ситуация обстоит намного-намного тяжелее. Ух! Вообще не видел второго типа, но по нему залетело и слило его. Отлично. По резику накидываем. Нифига он под шар свой играет. Интересно. Так, сливаем. И 96 киллов у нас уже на команду. Есть возможность, кстати, выйти здесь на 1000. Есть возможность дать контента. Так. По резу 300. Маловато. Добавочки. Добавочки надо, добавочки. Добавить. 600. Маловато. А реза... 1700. Это уже контент. И 9900 на добавочку. Шикарно. Реализуем. Так, овердрайв у нас есть. Нужно попробовать какую-то вжималову здесь сделать. Какую-то бы вжималову тут сделать. На одного, конечно, жать не хочется. Три с половиной в голову залетает. Шикарный урончик. Так. И викинг пытается здесь влеталову сделать под доставкинца. Но мы должны контролировать двоих. Просто двоих. Еще и хоппер переворачивается за счет того, что сила удара очень большая. Идеально сейчас было все сделано. И креточек самый вкуснейший, который только мог быть, залетел по тому оппоненту. Прямо по таймингу было все сделано идеально. 1700 по одному. Жалко, второго не зацепил. Но 1700 еще на добавочку. По викингу теперь. Раскручиваемся. 500 на добавкинца. Еще по хантеру 1700. Перезарядка, кстати, очень быстрая. У Бландербаса изначально, конечно, кажется, что она не такая быстрая. Но вот именно для игры под кризисом она работает максимально-максимально эффективно. Так. 4 минуты до конца. Пробуем слить вот этого хантера. Пробуем забрать шикарно. Два противника открываются под нашу зоночку. Так. Но одного я цепляю. Второго, к сожалению, не доцепил. Так. И Ореса. Ореса не забираем, к сожалению. 37 килов. 37 килов у нас уже имеется. 800 очков есть. Так. Ну и наша задача все-таки постараться здесь выйти на 1000 очков. Потому что время еще у нас имеется. Нужно постараться дать здесь максималочку. Так. Противник уезжает. Здесь уже как-то ребята не хотят так легко раскручиваться на дополнительные киллы. Но даже этот результат выглядит очень внушающе и очень хорошо. 37 килов. Так. Пробуем здесь викинга забрать. Забираем викинга. По Оресику теперь. Орес Шареллу дает и играет под нее. Мы ему миночку ставим аккуратненькую. Хорошо. Добиваем его даже без этой минки. Так. И здесь есть викинг. Викинг на ДАшке. Падаем на него. 1700 добавки урона. Ну и очень хороший результат. Вот даже в рамках дефа, да, где я играю исключительно как ТДМ-ку на киллы. Даже в рамках как ТДМ-ки очень хорошо показывает себя Бландербаст. 39 килов. Ровно практически столько же, сколько у нашего тиммейта на грамме с вакуумкой. При том, что я еще первые начальные все минуты делал, ну немножко не то, что нужно было делать. Да. По итогу вот такая вот контентовая реализация. Хопера Молота с Бландербастом легендарного старого вооружения. Когда-то эта комбинация где-то в 2021 разваливала очень жестко матчмейкинг. Ну и вот так вот себя показала эта олдовая комбина на сегодняшний день. И, как по мне, скрыто пульно, орех все-таки Бландербаст Аппл. Потому что я помню, когда Бландербаст был просто максимально печальный и ничего практически с ним сделать нельзя было. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбины. Как вам Молот, на каком устройстве играете? Ну и как вам вот эта комбинация? Обязательно попробуйте, потестируйте. Я уверен, что она вам понравится. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.